всем привет в эфире первый выпуск канала brain food посвященного интересным редким фильмам книгам и музыке и сегодня мы поговорим нет ни о кого их мы поговорим о зловещем писатели мистики и короле ужастиков стивене кинге казалось бы причем тут вот это вот панамка но дело в том что стивен кинг конечно мастер ужасов но самое главное и самое большое произведение в его жизни так и иначе посвящено ковбою хотя и мистически называется темная башня и так цикл темная башня самое большое произведение которое написал своей жизни стивен кинг и дольше всего он его и писал почти 30 лет начал он его писать еще будучи совсем юношей еще не популярным начинающим таким писателем рассказчиком коротких все коротких серий впечатлился он тогда в первую очередь образами никого и произведения малоизвестного под названием child рональд до темной башни дошел которая просто решил вот как-то растянуть причем растянуть он его хотел до масштабов ластерина колец которым также впечатлен был впечатлен он был здесь именно концепции путешествий главных героев в процессе их как бы пути какой-то цели то есть он именно так и понимал ластерина колец что самое важное это то что произойдет с ними в пути вот эти приключения они то куда они принесут это кольцо и что с ним сделать ну а главный герой сам образ пришел с телеэкранов из знаменитой долларовой трилогии с клинтом и студом с главных ролях беззаменный ковбой из которых в общем-то перекрочевал книги цикл темная башня и так вот наш автор написал маленькую книжечку маленький манускрипт понял что он не тянет и забросил забросил его на долгое долгое время и только значит спустя где-то лет десять он вспомнил что у него есть интересная история которого он хотел продолжить начал ее писать но так тяжело она у него шла что в основном занимался продолжал заниматься написанием всех известных нам кинговских ужастиков историй которые собственно говоря стали классикой кинга тут как бы стоит отметить что сама история которая основная писалась по циклу темной башни в это время она начала насыщаться теми произведениями теми персонажами и событиями которые были уже к тому времени написаны в этих более коротких рассказах ужастик то есть герои перекочевывали в это произведение один за другим и аж спустя еще 10 лет к 82 году появляется на свет первая книга из цикла темная башня под званием стрелок стрелок был немножко тяжеловат вот признаю потому что события здесь как бы производит происходит в ограниченном таком пространстве очень много философии размышлений каких-то отсылок в прошлое там дал главного героя то есть все такое какое-то немножко мутное как бы если послушать впечатление фанатов то первая книга немножко даже разочаровывать потому что те красочные описания этого цикла здесь они не так ярко встречаются даже несмотря на то что в 2003 году кинг переписал переиздал это первую книгу согласившись с тем что она довольно скучная и муторная но сильно как бы положение не по правилу но тем менее книга оставляет за собой вот это ощущение когда бросить ее не хочется как бы она тяжело не шло тяжело не шла вот хочется все таки узнать чем же это все кончится и ты читаешь читаешь упорно и приходишь к книге номер два и так 1987 году выходит вторая книга из цикла темная башня по званием извлечения троих которая скажем так стала по своей читабельности более легкой более понятной и более насыщенной событиями тут уже узнается такой классический кинговский стиль написания книг и здесь мы уже узнаем более как бы подробно историю самих от этих персонажей и откуда почему и куда они идут частности стрелок здесь становится уже не один он вот именно в этой книге он обзаводится компанией такой группой лиц по предварительному сговору идущий в течение практически всего цикла вместе с ним по пути к темной башне реже мы узнаем что сам стрелок является чином такого древнего ордена каких-то таких рыцарей которые эти живут в мире где совмещается магия и техника но именно техника какая как вот дикий запад то есть револьверы лошади пушки в это же время как бы этот рыцарский орден его задача была охранять некие темные башни которые держит этот мир от удерживать мир от хаоса от разрушения и вот этой башни захватили некие злодеи они начали разрушаться и мир ведет хаос и полному разложению если в первой книге чувствовалось полнейшее такое запустение то есть мир полностью ветшает и выглядит крайне печально и явно ощущается такое уже конец всего то есть безнадежность всего происходящего то во второй книге как-то это все повеселее начинается начинается типичная для цикла такая вот около научная тематика как связанная с квантовой физикой прыжками в пространство в параллельные миры в частности парами основным параллельным миром через с которым общается цикл темная башня является нью-йорк разных десятилетий пятидесятых шестидесятых годов восьмидесятых годов откуда приходят вот эти вот главные герои из группы в образующейся вокруг стрелка которая называется катет возможно вы где-то слышали эти слова оставляет очень сильно характеристика самих персонажей безумные сыплющийся шутками наркоман из семидесятых годов леди нью-йорка безногая чернокожая расистка с шизофреническим раздвоением личности в маленький мальчик из них наверное наименее впечатляет с этим набором характеристик хотя вокруг него очень много закручен ну и вот значит собирается эта команда из героев и кинг ее ведет вот по этому по миру разрушенному миру темной башни по параллельным миром начинает активно включать туда реальных персонажей жизни то есть какие-то актеры писатели реальные лица которые упоминаются как персонажей этого цикла и значит таким образом начинается вот это вот путешествие смешанное из самых различных фантазий в котором намешаны киберпанкой фантастикой фэнтези и все что только можно таким образом как бы он запустил темп всей этой все всему циклу рассказов и дальше уже шел как говорится по своей типичной производительности по три по книжке раз по три года выпуская параллельно с ушло написание огромного количества других более известных его произведений так в девяносто первом году значит появляется следующая книга бесплодные земли а второй книги если продолжили вот этот путь насыщенный приключениями книга колдун и кристалл которая отметилась немножко своеобразным написанием здесь значит повествование происходит уже не по пути шествия главных героев а вся книга представляет собой такое рассказанное у костра стрелком воспоминания из его прошлого то есть события происходившие в молодости в некоем городке и его там первую любовь не менее насыщенные не менее не такие полнополные драйвом воспоминания читатель погружался в такую предысторию более 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 глубоко прорисовывался образ главного персонажа стрелка и его мотивы и цель этого книга была в последних том тысячелетии как мы знаем в девяносто девятом году случилась авария гости венкин попал под колеса грузовика который его сбил и очень надолго прописался в больнице очень долго после выписки страдал от того что не мог нормально писать и у него все были боли в суставах это как бы сильно вот это вот сама авария сильно поменяла его сами даже цифры произошедшей аварии 19 июля 99 года 19 99 стали постоянно прослеживаться во всех его произведениях это очень сильно отразилось на этой этой серии опять же стоит понимать что его постоянно задолбливали группа фанатов вопросами что же будет когда он придет темной башни когда же он придет он даже сам описывал что писала о том что она больна раками очень просила его рассказать ему как приватном письме идет ли стрелок до темной башни а кинг не мог ответила неинтересно он постоянно пытался разъяснять фанатам о том что вот не для меня самое главное то что сейчас происходит с ним я пишу по факту то что происходит происходит что в голову приходит но у меня нет цели писать окончание может быть когда-нибудь но вряд ли этот момент значит вот этот перелом в голове у кинга происходит происходит он и в лидии во всей этой серии опять же еще и потому что сам кинг свою жизнь свои как бы впечатления своей жизни он экстраполировал в эту книгу и значит выходит в 2003 году спустя долгий промежуток выходит книга волк и калий последний из самых таких драйвовых наверное книг которые можно сказать которые насыщены здесь она очень чем-то напоминает классический кингерский историю аналогию с лангарьерами в данном случае это небольшая деревенька жители которые ждут приходу каких-то высших существ там да и главный герой помогают им организовать оборону именно в этой книге произошли первые отсылки гарри поттеру то есть наименование известные из гарри поттера они здесь немножко другом ключе всплыли как санки то он уважает очень серию гарри поттера тем что она оставила свой след в истории и всегда будут и после этого все оставшиеся книги из этого цикла начинают меняться кинг видимо начал уставать от атак фанатов и на того что они требуют от него концовки и начал откровенно готовить этот поезд этого цикла к финалу финальной станции следующая книга вышедшая в 2004 году под званием песни с сузанны всеми финантами однозначно признается одним из скучнейших чтив растянута на огромное количество листов наполнена такими серыми и довольно вялыми событиями она такого не оставляет практически ничего после себя воспоминаниях кроме какого-то такого непонятного путешествия вперед здесь начинаются откровенные игры уже с самим любимым кингом то есть кинг начинает активно включать себя лично в эту книгу события произошедшие с ним во время аварии становится частью произведения и как бы получается такая вот ситуация когда сами герои якобы влияют на писателя то есть он как бы пытается так сказать что не я пишу книгу книга заставляет писать мне ее активно вклиниться вот эти события героя начинают подступать к этой темной башне все ближе начинают с ними происходить неприятные вещи как бы спойлер не будем кто захочет прочитать прочитает все это плавно переливается в последнюю книгу собственно по названием темная башня которая вышла в том же 2004 году тоже на 1000 листов такая же довольно такая ничем не запоминающаяся кроме непонятного такого пути и 1 более усиленного скажем так злодея чем все предыдущие как бы весь цикл построен на том что злодея не где-то там они где-то чем-то угрожают но серьезно ничего такого не происходит а здесь появляется такой монстр который действительно убивает даже предыдущих злодеев погибает он этот монстр точно также примитивно вот как бы героя возвращается в изначальное состояние то есть как из первой книги шел стрелок темной башни так философия сводится к тому что он только один к ней придет и как бы потихонечку он остается один доходит до темной башни встречаются с главным злодеем ну а дальше как говорится лучше почитать потому что весь смысл какого-то в ней был кроется видимо именно в этом вопросе что же произошло к кинг в общем думал остановиться на этом всем но понял что это хорошо приносит деньги и написал еще одну небольшую сказочку такую можешь сказать произошедшую примерно между четвертой и пятыми книгами скачка воспоминания такая сказка которую рассказывали там не в детстве мама про какого-то мальчика который пошел в лес и с ним приучились некоторые события то есть такая боковая ветвь которая очень-очень условно относится к серии но так или иначе относится к ней и и покупали фанаты читали и платили за нее деньги называется она ветерскую замочную скважину вышла на 2012 году помимо книг кинг заключил соглашение с издателями комиксов с marvel comics который 2007 года выпускают серию комиксов по собственно по теме темной башни возник сразу вопрос такой большой цикл который шел 30 лет армия фанатов довольно позитивные отклики все говорил о том что рано или поздно должны появиться некий сценаристы которые возьмутся переделать сценарий под фильм ну и так и произошло к 2007 году начат компания айджейн movies сообщила что ведет работу над фильмом и самим режиссером выступает сам джей джей абрамс который является фанатом этой серии он совместно дэймоном линделофом купили права на экранизацию в этой серии у значит самого кинга за символические 19 долларов собственно и тут кинг не обошелся без своих вот этих как-то загадочной нумерологии в следующем году феврале 2008 года образу объявляю что они приступили к написанию сценария к адаптации этого дела всего под фильм но значит писали они его целый год писали писали все было тихо и тут запад джеймс выходит и горит концу 2009 года что он отказывается от съемок фильма потому что он понял что не тянет просто не потянет сценарий он очень боится как фанат что она просто испортит и навлечет на себя гнев огромной армии и так таких же фанатов как он и таким образом проект заголовок однако не прошло в общем-то и года к сентябрю 2010 года появляется официальная ночь письмо о том что экранизацией займутся три гражданина от актива госман брайан грейзер и рон ховард совместно с студией universal и нбс совместно со студией universal и нбс значит они запланировали снятие полноценных художественных фильмов в количестве трех штук а чтобы полноценнее связать этот и поддать материал более детально экранизировать этот цикл они решились на создание сериалов которые будут связывать художественные фильмы между собой его значит начинает развиваться съемочная деятельность начинает писаться сценарии все хорошо все нормально к значит одиннадцатому году в апрелю даже появляется информация о том что на роль рональда дискина стрелка берут хавьера бордема проходит несколько месяцев и к июле 11 года вновь появляется сообщение что съемки прекращены и не будут продолжаться поскольку то ли финансирование там не хватило то ли что-то еще не очень понятная история произошла начними верса в общем отказывается от съемок тем не менее стивен кинг уверенно говорит что это все не проблема что появится скоро кто-то другой кто будет снимать это то есть он особо не разочаровывается и верит в светлое будущее проекта и так оно произошло к марту 2012 года те же граждане в частности особенно рон ховард пристройки и предыдущих продолжает искать финансирование находит в этом месяце отклик у студии warner brothers которая решает продолжить по той же самой схеме три фильма и несколько сериалов уточняйте сериала связывающие между фильмами продолжить съемки по циклу темной башни именно сериальной частью решила заведовать студии и дебил при этом на роль главного героя стрелка прочат актера рассела кроу однако опять в августе 12 года уже в третий раз где warner brothers отказывается от продолжения проекта сказываются различные предположения разные студии как бы высказывают заинтересованность к этому проекту но все это на ровне разговоров происходит тем не менее в мае 13 уже года спустя как мы понимаем уже шесть лет после начала разговоров игры об экранизации темной башни появляется информация что урон ховард все таки не оставил свое желание снимать эту темную башню и решил восстановить собственную студию на и флекс для того чтобы продолжить съемки в январе четырнадцатого года значит появляется возможно информация о том что аром пол будет выступать в роли эдди дина или амнисон в роли самого роланда лично мы высказывать предположение что может быть в связи с тем что финансирование так сложно найти на целую трилогию все это переведут полностью на сериальные рельсы снимут огромный процесс сериал и все будут довольны тем не менее все эти разговоры муссируется ведь целый год еще и уже в апреле пятнадцатого года наконец-то приходит sony pictures студия из компании мрс договариваются о съемках проекта появляется такая информация что вроде бы как они планируют это все снимать пока что только по первой книге про стрелка хотя на сегодняшний день набор актеров как признаются многие подсказывают нам тот факт что съемки идут с конца в начало каким-то таким образом тем тем не менее тот фильм который анонсирован сегодня если посмотреть его титры то можно увидеть там персонажей то есть актеров которые играют персонажей появлявшихся в книжном варианте серии самых последних ее частях возможно это связано с тем что они решили как бы начать перезапустить серию скажем так с концовки в начало ну это как бы на уровне догадок выйдет фильм посмотрим тем не менее не это самая главная новость посвященная именно кинематографической части из цикла поскольку поразило фанатов не только то что наконец начали съемки то что произошло после объявления начали съемок дело в том что на роль главного героя рассматривали самые разные актеры которые ближе всего подходят типажом к такому суровому голубоглазому поджаром у стрелку блинолицам у стрелку ковбою с дикого запада в частности на его роли пробовались актеры дэниел крейк вига мордерсон хавьер бардем как я уже упоминал снова воскрес этом проекте педро паскаль позже чуть-чуть начали смусироваться слухи что стал пробовать себя на роль стрелка найти макконахи что очень 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 было близко к фанатам они очень радовались этой кандидатуре хотя и были срачи но у срачи всегда были как вы понимаете однако в январе 2016 года с компания студия sony сделала такой смачный харчок в лицо фанатам объявив что главную роль стрелка будет играть никто иной как и дресс эльба чернокожий актер что просто поверг в шок всех при этом и стивен кинг выросла что в общем то не против то есть пока мальмая по победила некая такая политкорректность в году который замудрили очередную эту аля американскую схему съемок фильмов когда обязательно должен быть чернокожий герой была поломана сама основная логика поведения главных персонажей книги которая строилась на том что именно чернокожая безногая женщина сюзанна в связи с вот этой шизофренической своей натурой российской наполовину она постоянно ругала и особенно самого стрелка скажем так она наезжала и на него обзывала его беложопым блюдком то есть расистом и прочим у них вот эти вот конфликты они во многом как бы давали ход с этим диалогом основным в этих книгах взаимоотношениями персонажей и поломать вот эту логику что в кого тогда превратится чернокожая женщина без нам без ног не очень понятно кто то есть с ног на голову всех персонажей перевернуть ну это скажем так будет ли это истинной темной башни или это будет чистая от себя дина вот это уже не очень понятно тем не менее премьеру фильма анонсирование на февраль 2017 года уже совсем скоро поэтому у кого кто его не читал кто не читал этот цикл книг в темной башне я думаю может спокойно сходить посмотреть выразить свое мнение фанатам же будет сложнее наверное потому что после прочтения книги и смотреть зная наперед что там уже все с ног на голову будет немножко сложновато ну поживем увидим на этом все всем пока делитесь ставьте лайки комментируйте следующий выпуск а пусть будет сюрпризом пока пока все